Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами превращаемся в лазурную вертихвостку и летим на новую утопическую планету, но в этот раз не бюджетной косметики, а планету бьюти и мистери боксов. Где мистери боксы, там я! Хотя, знаете, как-то звучит на самом деле не очень. В общем, сегодня мы с вами будем обсуждать вот эту коробку, которую мы распакуем и узнаем, что же в ней лежит. Недавно бренд Huda Beauty удивил вообще всех своих поклонников тем, что они в первый раз запустили на своем сайте мистери боксы. Мне кажется, они посмотрели за другими брендами, такими как Джеффри Старр, например, Шарлотта Тилбери что-то вроде этого делает, но там вроде не мистери боксы, а просто какие-то наборы постоянно она продает, и подумала, а что бы и мне склады-то свои не почистить. На самом деле, мне кажется, что большинство компаний этим занимается, естественно, ради того, чтобы почистить свои склады и, знаете, избавиться от каких-то залежавшихся товаров, продать их, так скажем, оптом в каком-нибудь мистери боксе, ну, а также, чтобы познакомить людей со своей там продукцией. Вдруг у кого-то чего-то нет, вдруг кому-то что-то передарят, когда будет какое-то совпадение с тем, что уже было. Ну, в общем, хитро, хитро и умно. Так что давайте откроем, что же там внутри. На сайте у Huda, насколько я помню, было два мистери бокса, правда, это было уже давненько, может, я что-то и путаю, и я купила большой, который стоил 89 долларов. Вот здесь он в этой коробочке находится, и, знаете, я его очень долго ждала, потому что, к сожалению, с официального сайта Huda Beauty нет доставки в Россию, поэтому я делала через посредника, и с посредником я намучилась, намучилась в этот раз. Ну, в общем, ладно, давайте смотреть, что здесь внутри. Внутри у нас вот такая вот новая... Что это? А что это, кстати? Вот такая вот новая, говорю, а сама не понимаю, что это? Это новая сумочка, сумочка от Huda из 100% хлопка. Кстати, сделана она в Арабских Эмиратах, там, где находится, собственно, сама компания Huda Beauty. Кстати, именно эта сумочка была на картинке мистери бокса, то есть все в ней лежало. Ну, ладно, все делают эти сумочки, все бренды что-то такое предлагают. И я посмотрела уже одно видео с распаковкой от американской бьюти-блогерши, и она купила, по-моему, оба бокса, и большой и маленький. Я оставлю ссылку внизу. Это замечательная девушка Аманда, очень приятная. И она такая, знаете, она делает на всякие новинки видео. То есть у нее в основном Colourpop, но также есть новинки от разных брендов, вот прям что-то совсем-совсем свеженькое. И она, по-моему, такая прям милая-милая девушка. Так что, если вам интересно, посмотрите видео, и можете заодно на нее подписаться. И у нее там в одном из мистери боксов была палетка хайлайтеров от Huda, знаете, такая на 4 оттенка. Я так не хочу, чтобы она мне попалась, но я думаю, что, скорее всего, один и тот же состав у всех этих боксов, поэтому, скорее, скорее всего, я стану обладательницей этой палетки. Ну, в общем, давайте смотрим. Так, что мы находим? Во-первых, мы находим вот такой вот пробник Wish Full Skin. Это энзимный скраб от Huda. Это самый первый запуск из ее линейки ухода за кожей, который у меня есть в полноформатной версии. Так что, спасибо, конечно, но не очень кстати. Следующее, что мы находим, что это такое? Это праймер Matte Perfection, и он выглядит вот так. У меня никогда не было ни одного праймера от Huda. На самом деле, у нее, вообще-то, два праймера есть в коллекции. Есть еще спрей для лица, который усаживает макияж, и есть еще фиксирующая пудра. Но ничего из этого я никогда не пробовала. Как-то, знаете, бренд Huda Beauty, я думаю, для меня и для многих других людей, это что-то такое больше про тени, про помады. Вот с недавнего времени еще и уход какой-то появился. В общем, праймер, ой, какой, ой, какой. Как мы любим с вами, прям такой силиконистый. Ну-ка, ну-ка, что здесь в составе? А, ну, силикона здесь порядком, порядком в этом праймере. Ну, в общем-то, оно и ощущается. Хотя, с другой стороны, достаточно приятно. Вроде не такая вот прямо пленка, а свеженько и симпатично. Следующее, это две помады. Помады. Так, обе одинаковых. Да, обе одинаковые помады. Это помады Demi Matte. То есть, это такие помады не матовые. Полуматовые, как их называют Huda. Но, на самом деле, они скорее сатиново, такие влажные, кремовые помады. Давайте я сейчас их открою, и мы с вами посмотрим на их оттенки. Так, первый оттенок называется Passionista. И я думаю, что это, наверное, один из самых непопулярных цветов вообще в линейке этих помад. Потому что он просто сильно яркий. Знаете, чаще, чаще и лучше продаются помады всякие нюдовые, розовые, иногда красные, там коричневые. Но вот такие вот цвета, это обычно, ну такое, прям вот то, что реально залежалось на складе. И следующий оттенок называется Шейха. И вот этот оттенок, я думаю, уже более применим в жизни. Ой, мне нравится. Очень красивый цвет. Я бы таким с удовольствием пользовалась. И буду им пользоваться. Ну вот, в общем, такие помады. Мы с вами, кстати, недавно в сумочке от Calde Beauty тоже находили такую помаду Деми Мат. И я думаю, что это свидетельствует немножко о том, что что-то там как бы худо раздает эти помадки, чтобы немножко, да, от них избавиться. Следующее. Ой, я вижу что-то приятное в этой коробочке. Но пока мы с вами находим две маленьких палетки. Одна называется Tapas Obsessions. И вторая называется Amethyst Obsessions. Кстати, мы с вами, помните, пробовали не так давно палетку от бренда Lovely польского за 379 рублей, которая была полной копией вот этой палетки Amethyst от Huda. И такой палетки у меня на тот момент не было. А теперь она у меня есть. Но там цвета прям были очень похожи. Именно вот расположение оттенков повторяло эту палетку. Ну, вот так выглядит эта палетка. И Tapas, который у меня, кстати, есть, выглядит вот так. То есть оранжевая и фиолетовая. И вот эти палетки, кстати говоря, Obsessions, их частично сейчас вроде как убирают из продажи. Но не вот эти конкретные, которые были из коллекции Драгоценные Камни, а такие, знаете, самые-самые первые еще в темных упаковках. Их вроде сейчас на сайте Huda вообще распродают. Странно, что они мне не попались в этой коробочке. Так, слава богу, не хайлайтеры, не палетка хайлайтеров, а палетка, которая называется Desert Dusk. Это одна из самых популярных палеток от Huda, которая у меня тоже уже есть. То есть вот как раз тот самый дюб. И выглядит она вот так. Но красота же, ну вообще замечательно. Мне эта палетка нравится, хотя она, конечно, знаете, такая красноватая слегка для меня. Ну, то есть тут явно вот этих красных оттенков много. И если вы помните, что происходило там года два, наверное, два года назад она вышла, или три года назад, то она была просто бешено популярна. С тех пор у Huda вышло уже много всего нового. И вообще как-то косметическая индустрия ушла от таких вот именно палеток с такими оттенками. Но все равно палетка классная. И если вам она попалась как вторая палетка, у вас она уже есть, то это хороший подарок для какой-нибудь своей подруги. И самое последнее, что я достаю, последнее, да, последнее, это не было в этом бьюти-боксе. Это то, что я заказывала сама. Это новый бальзам от Huda, который называется Diamond Balm. И этот бальзам, он вроде как с маслом кокоса и с маслом, по-моему, манго, или с чем-то таким. Он просто ухаживающий, плюс он еще с таким небольшим сиянием. Давайте его сразу попробуем. Вы знаете, мне так не хочется разрушать вот эту красоту. Смотрите, как здорово выглядит. Кстати, недавно еще у Huda вышли какие-то бальзамы в форме вот таких помад. Ну, это бальзамы-пламперы для губ. Выглядит просто невероятно красиво, но мы разрушим. Что же нам нужно сделать? Мы прилетаем на утопическую планету Мистери Боксов, чтобы все это разрушить, раскрыть, разорвать и найти самое лучшее. Да ладно, серьезно что ли? Вот так это выглядит на губах? Это странно. Это реально странно. Ну, вообще, можно было предположить, что так это и будет выглядеть. Ну, а на свочах это выглядит вообще не так, ни разу не так. На свочах это выглядит, знаете, просто какая-то бежевая помада, но там с крошечными вкраплениями на деле. Это прям зеленые и золотистые блестки, огромные просто в составе этого бальзама. Ну, хорошо, что они не особо ощущаются, как, знаете, какая-то металлическая крошка, как это бывает у иных производителей, но я вообще ожидала совершенно не такого эффекта. И в свочах они действительно совершенно по-другому выглядят. Ну, тут у меня вот остался тинт от этой помады Demi Matte. Вот смотрите, как это выглядит на самом деле. Ну, вот как-то так. Как-то вообще не похоже совершенно на то, что было изначально на картинках. Теперь давайте по ценам посмотрим, потому что нам с вами осталось посчитать, оправдал ли этот бьюти-бокс свою цену. Вот такие две палетки стоят по 27 долларов каждый. Это я вам сейчас говорю цены с сайта Huda. Кстати, про цены с сайта Sephora, который является единственным официальным дистрибьютором в России. То есть, если вы покупаете в России какие-то вещи от Huda, то покупайте в Sephora, потому что это реально единственный официальный дистрибьютор. Больше других в России нет. В общем, такие палетки по 27 долларов стоят. И те палетки, которые сейчас на распродаже на официальном сайте, они стоят, по-моему, по 18 долларов, но не эти, не эти. Так что не знаю, к чему это я вам такую информацию дала. Дальше помады, которые называются Demi Matte, стоят каждая по 20 долларов. Нормально. Следующая это праймер. Вот такой праймер. Ничего себе! 32 доллара он стоит! Ну ладно, хорошо. Можно смириться. Этот бальзам, который мы не считаем в стоимости этого бьюти-бокса, потому что он был отдельно, он стоит, по-моему, 25 долларов. И вот такая палетка, по традиции от Huda, они стоят всегда дорого, она стоит 65 долларов. Ну, сумочку уж считать не будем, потому что это, в общем-то, не продается отдельно. И если все это пересчитать, то получается, я правильно посчитала? Что-то, знаете, как-то сильно много получается. Получается 191 доллар. То есть, бьюти-бокс стоил 89, и получается, что продуктов в нем на 191 доллар. Что в рублях сейчас составляет по курсу 13 200 рублей. При этом, если бы вы купили все эти продукты в Сифоре, то вы бы за них заплатили 14 952 рубля. Вот так вот у меня все-все-все посчитано. Ну, в общем, да, получается очень выгодно. Так что, если вы хотели познакомиться с брендом Huda Beauty, и вам особо, знаете, все равно, что вы там получите, то вполне неплохой вариант это купить следующий мистери-бокс, когда они будут их выпускать, и что-то вы там дельное наверняка найдете. Ну, честно говоря, я бы предпочла, чтобы было что-то поновее, какие-то такие прям новиночки, чтобы были в этом мистери-боксе, но так, в принципе, тоже неплохо. Часть из этого, в общем, у меня задвоилась. Ну, ладно, ничего, я не расстраиваюсь. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Желаю вам сегодня не сомневаться, а сверкать, и быть, в общем, в хорошем настроении. Спасибо вам, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!